Следующее практическое задание называется соединение резьбовое. В этом задании необходимо соединить две детали, которые имеют резьбу. На одной детали резьба наружная, на другой детали внутренняя. Составить небольшой сборочный чертеж и показать, как будет выглядеть резьбовое соединение в сечении. Возьмем формат А4. По размерам этих двух деталей к нам будет достаточно такого формата. Есть небольшой план, по которому мы и будем действовать. Вначале необходимо вычертить деталь с наружной резьбой. Слева изображена деталь с внутренней резьбой, потому что резьба в отверстии. А справа деталь с внешней резьбой, резьба на стержне. Ее и будем строить на формате А4. Выберем осевую линию и командой отрезок зададим ось. Затем необходимо поменять тип линии на основной контурный. И с помощью команды отрезок предлагаю построить половину. Верхнюю половину относительно оси симметрии данной детали. Деталь симметричная. Можно будет просто потом зеркально отобразить. Итак, диаметр 60, значит 30. Ширина, получается, ступеньки самой правой 60 минус 40, 20. Затем диаметр проточки 25. Но так как у нас половинка, можно прямо написать 25 делить на 2. Чтобы не считать, система Автокад посчитает сама. Ширина проточки 5. Левая ступенька данной детали диаметром 30, то есть 15. Длина ступеньки 40 минус 5, 35. Необходимо построить фаску 3 на 45. Есть команда для этого фаска. Правая кнопка. Нам задана высота 3 и угол 45. То есть в контекстном меню выбираем под команду угол. Задаем длина 3, угол 45 и указываем две стороны угла. Остается провести линию перехода из конической поверхности в цилиндрическую. Относительно линии резьбы, она проводится тонкой линией. Поэтому меняем толщину линии. Выбираем команду отрезок и отступаем 1-2 мм. Пусть будет 2 мм. Проводится до самого конца линия. То есть не до фаски, а вот прям до самого конца. Мы даже немножко дальше и потом обрежем. Итак, провели линию резьбы. Выходим из команды. Теперь можно зеркально отобразить. Команда отобразить зеркально. Две точки на оси. И выбираем, чтобы исходные объекты не удалять. Итак, деталь с наружной резьбой построена. Так как в пункте 3 нам нужно будет соединить половину вида с половиной разреза, предлагаю сразу в нижней части детали выполнить разрез. Во-первых, у нас удаляться линии. Что-то мы подтягиваем, что-то удаляем. Фаски не будет. Меняем толщину линию на контурную 1 мм. Команда отрезок. Отступаем. 15 делить на 2. И длина, получается, 60 минус 30, 30. До оси только видно у нас будет. И диаметром 22, то есть 11, длиной 30. Мы построили разрез. Можно нанести штриховку, но мы пока отложим нанесение штриховки и перейдем ко второму пункту. Нужно вычертить деталь теперь с внутренней резьбой. Но вычертить ее в таком положении, чтобы она как бы навинчивалась на вот эту построенную уже деталь. Давайте предположим, что наш контур будет прямо совпадать вот с контуром правой ступеньки. То есть детали будут ввинчены до конца. Итак, команда отрезок. И опять предлагаю построить только половинку сначала. Диаметр 60, значит, 30. Длина здесь произвольная, но не меньше 45, чтобы у нас отверстие резьбовое получилось полным. Давайте вот так сделаем. Фаска 6 на 45. Фаска. Выбираем угол. 6, 45. Дочерчиваем. И мы понимаем, что половинка построена. Резьбу на ней не видно. Это вид. Нужно теперь зеркально отобразить. Отображаем зеркально. Волнистую линию проводим тонкой линией. С помощью команды сплайн. Ну, допустим, по определяющим точкам. Можно и по управляющим вершинам. Произвольно указываем точки. И система соединяет их плавным сплайном. Подтянем немножко ось. Деталь у нас заштрихована как металл. То есть внешняя деталь с внутренней резьбой, она непрозрачная. А значит, под ней не видно будет части внутренней детали. Удаляем. А на нижней части начертим в разрезе. Отверстие у нас, получается, смотрите, должно быть меньше. Потому что внутренняя резьба должна быть диаметром 30, чтобы она подходила одна деталь к другой. А тогда на 2 мм меньше. То есть, получается, диаметр отверстия должен быть изображен. Ну, 28 будет достаточно. Вообще, все резьбы это стандартные. И для них отверстия и другие параметры, они заданы в таблицах. Но в данном случае у нас детали заданы нестандартные. А значит, мы изображаем. И посмотрите внимательно. Внутренняя деталь у нас показана резьба. То есть, у нас впадины внешней резьбы должны совпадать с выступами на внутренней резьбе. Сейчас будем разбираться, как это будет. Итак, мы провели две линии. Вот эта линия будет отверстием. То есть, она будет сплошной толстой. Итак, толстая линия контура отверстия переходит в тонкую линию на другой детали. Фасочку уберем. Она на разрезе будет не видна. А резьба получается от самого начала. Вот она, от самого начала. И стоит обрезать немножко выступающие части. Соединили. Но посмотрите, у нас резьба определенной длины – 45. Предлагаю командой «Смещение» сместить на 45, допустим, вот эту линию. Ее необходимо удлинить до оси и обрезать. Резьба у нас до линии, до границы резьбы. И есть еще фаска. Фаска 3х45. Давайте сейчас мы ее тоже здесь построим. Итак, у нас есть отверстие. Его нужно провести до конца. У нас есть контур детали с внутренней резьбой, внешней детали. Входим в команду «Фаска». Правая кнопка «Угол». Высота 3, угол 45. И выбираем. Можно обрезать теперь лишнее. Обрезаем лишнее. Обрезали лишнее. Поменяем толщину. Здесь она автоматически переключилась. Мы сейчас ее изменим. Предстоит немножко еще доработать. Выбрав толстую линию. И немножко нужно обрезать. Вот она. Вот теперь у нас внешняя деталь, в которой внутренняя резьба, полностью соответствует заданной картинке. Так как это сборочный чертеж, то нам нужно нанести штриховку. Штриховка наносится тонкой линией. С помощью команды «Штриховка» выбираем образец металл под углом 45 градусов. Посмотрите внимательно. Должно быть заштриховано до контура. Не до резьбовой линии, а до контура. Итак, деталь с внутренней резьбой заштрихована. Деталь с внешней резьбой. Нужно поменять угол. Выберем угол наклона образца 90. И тоже не забываем, что металл идет до края детали. Не до резьбы, а до края детали. Итак, мы построили две детали. Давайте сейчас нанесем номера позиций, как должно быть на сборочном чертеже. на одном уровне. Начинается с точки. Диаметр возьмем 1. И текстом напишем. Пусть у нас будет деталь номер 1. Высоту текста возьмем 10. Можно немножко сдвинуть ее. Деталь номер 2. Два. Итак, мы построили деталь с наружной резьбой, деталь номер 1. Деталь с внутренней резьбой, деталь номер 2. Сразу же одномоментно выполняли соединение половины вида с половиной разреза. Выше оси – это вид, ниже оси – это разрез. Теперь необходимо выполнить сечение. Сечение именно соединение. С помощью команды полилиния нам необходимо обозначить место рассечения. отступаем от края 2 мм, длиной 20 мм. И с помощью полилинии сейчас построим стрелку. Указываем первую точку. Ширина – начальная 0, конечная 2. И длина стрелочки будет 7. Надписываем букву обозначение разреза. Она будет меньше, чем номера позиций, потому что номера позиций в 1,5-2 раза больше обозначения, для того, чтобы их хорошо, удобно было искать на сборочном чертеже. Ну, пусть будет, например, 7. Пишем букву «А». Предлагаю не строить, а симметрично относительно оси отразить. Отразили. Теперь выполним строение самого сечения. Нам нужны осевые линии. Давайте на свободном месте. Сейчас мы их и построим. Затем контурной линией толщиной 1 мм строим контур. Команда «Круг». Диаметр 60, а радиус 30. Затем нам нужна вот эта линия у первой детали. Она у нас 30, то есть радиус будет 15. Затем идет еще одно отверстие диаметром 22. И необходимо показать теперь резьбу. Резьба показывается тонкой линией. Ее размер будет на 2 меньше цилиндра. То есть 2 с одной стороны, 2 с другой. Это будет 4. 30 минус 4 – 26. То есть радиус 13. Построили. Но резьба показывается не только тонкой линией, а еще и без одной четверти. Нам необходимо окружность, изображающую резьбу, вот эту окружность, удалить у нее четверть. Предлагается использовать команду на панели «Редактировать». Называется команда «Разорвать». Указываем объект и указываем вторую точку. Смотрите, когда мы указали объект, мы сразу указали первую точку разрыва и вторую точку разрыва. Получили. Теперь необходимо нанести штриховку. И главное – правильно нанести штриховку. Смотрите, внутренняя деталь номер 1. А значит и штриховка будет только на внутренней части. Именно в эту сторону. С наклоном влево. Еще раз штриховка. Меняем угол на 0. И с наклоном вправо штрихуем деталь номер 2. Внешнюю, которая внутренняя резьба. Обратите внимание, в разрезе показывается внутренняя деталь. И на сечении резьба показывается на внутренней детали. Остается нанести надпись. Предлагаю просто скопировать и дописать «А-А». И сечение построили. Остается указать фамилии, написать наименование задания «Соединение резьбовое». Это у нас сборочный чертеж. Задание номер 2. XX – это вариант. И пусть это будет внутренняя какая-нибудь подсборка. 10. Все сборочные чертежи в конце нумеруются тремя нолями. И записываются буквы С, Б, то есть сборочный чертеж в одну строчку. Задание номер 2 выполнено.